Что, где еда Радиорубка. И, кстати, слово радиорубка, но случайно затесалось в названии сегодняшней программы, потому что сегодня у нас готовить, фантазировать будут люди, которых все крюки слышат, но никак не видят. Это работники русского радио. Эти милые дамы, которым обязательно еще влюбимся поподробнее, да, только чуть-чуть позже. Эти девушки опытные люди, они умеют работать в эфире и умеют говорить, но сегодня, как говорится, от слов нужно будет перейти к делу, и они должны будут доказать, какие они умелицы в планете. Они в кулинарии, ну и, конечно же, свои интеллектуальные способности. Об этом мы тоже поговорим чуть-чуть попозже. В смысле интеллектуальные? Да, да, Юля, именно так, Наташа, потому что сегодня вам нужно будет не только нарезать колечками огурчики, морковочку, кубиками, но и еще немножечко подумать. Я пошла. Подумать не только про рецептуру, а какие-то очень мощные и интересные вопросы, о которых я расскажу чуть позже. Дело в том, что, как известно, основателем русского радио у нас является кто, дамы? Товарищ Попов. Александр Попов. Александр Степанович Попов, абсолютно верно. Я надеюсь, что в зале все, кто присутствует на нашей телезрителе, с этим не поспорят, что именно он был первым человеком, кто изобрел наше русское радио. Ну и если есть таковые, то эти милые дамы, я думаю, заломают руки и убедят в обратном. Вы готовы доказывать это? Я готова поспорить. А, вот понятно. А вы, вот уже у нас оппозиция наметилась, да? Кстати, вы, когда устроились на работу, вы начали работать на радио, вы давали клятву Попова? Задумались, задумались. А давайте вот вкратце, в двух словах, как она могла звучать? Как вы думаете? Ну, наверное, клянусь не ложать в эфире, не ругаться матом в студии. Погоди, начинался, но мне нужно было так. Я такой-то, такой-то, в здравом уме или нет? Наверное, не в здравом уме, да? Почти твердые памяти, клянусь. Клянусь работать упорно, да, с утра до вечера. И покладая языка с утра до вечера. Обязательно проверять, чтобы выключен был микрофон после выхода. Не требовать зарплаты. Да, никогда не требовать зарплаты. Работать за удовольствие, понимаете? И сегодня, да, в течение ближайших минут мы тоже будем работать, я так понимаю, ради удовольствия, да? И ради результата, потому что в конце мы попробуем то блюдо, которое будет сделано, приготовлено. Сомневаюсь, что это будет удовольствие. А давайте того, кто будет против. Скромная девушка, недооценивая себя. Я просто вижу рыбу и уже боюсь. Давайте того, кто будет против того, что Александр Попов создал радио, накормим нашим блюдом. Мы его гостим, да? Понятно, я вас понял. Я думаю, что будет не так все страшно. Но на самом деле, вкратце расскажу, что великое изобретение Попова в первую очередь использовалось в военном деле, точнее на флоте. Именно там появилась радиорубка. И как место, и как определение радиорубка – это специальное оборудование помещения на корабле, в котором устанавливается радиосвязь, да, с помощью которого можно было общаться с другими кораблями, да и с землей, да. Вот, поэтому радиорубка сегодня будет посвящена и радио, и Рубилову. Ту-самой настоящей битве, которую мы увидим в ближайшее время. Ну, перед тем, как мы начнем это все делать, давайте поподробнее познакомимся с нашими милыми участницами. Я не поняла, мы когда-нибудь готовить-то уже будем? Ну, пока думайте. Я смотрю на все это. Нам же это еще есть. А это мы посмотрим, если будет это выглядеть хотя бы вкусно, тогда и съедим. Да, будет нормально выглядеть. Итак, поехали с первой нашей участницей. Это будет Марина Дорошенко. Это она. Посмотрим на нее, да, внимательно. Самая очаровательная радио и телеведущая знает все о моде. Ведет специализированную программу «Девушка с обложки». На все руки мастерица. Любительница кэндмейда. Обожает дарить подарки. Дальше, видно, есть такое. Сама шьет себе дизайнерские наряды. Вот этот фартук, видите, вот это не ее. Нет, это другое. Для нас, я все. Во время эфира Марина обожает громко петь песни, пока выключен микрофон. Слава богу, что ты его выключаешь. Потому что... Да ладно, все. Она, кстати, мечтает путешествовать, но преданность своей работе мешает осуществлению этой мечты. А еще от себя добавлю, Марина очень любит чистоту, поэтому мы договорились, что после программы всю посуду вводит именно она. Дальше поехали. Следующая. Галина Панкратц. Вот эта очаровательная дама. Ей тоже аплодисменты. Редактор новостей, Амурской службы новостей радио, ведущая самых полезных информационных программ. Радиомамонт с 17-летним стажем. Наверное, ты еще помнишь самого Попова? Нет? Я помню еще самого Маргони. Нет, знаешь, мы еще... Мы еще идти... А, бобины крутили, да? Да, мы перекручивали на карандашики. Кстати, помимо того, что ты мастер своего дела на работе, ты еще и мать твоих детей. Говорят, продала душу дьяволу, чтобы выглядеть так хорошо. Галина поэтесса и художница. Ее стихи были опубликованы в сборнике «Поэты России-2015». Может быть, еще мы сможем послушать. Немножко не так он называется, но это мне нравится. Это больше тебе нравится. Хорошо. Фанат всего вкусного, чистого и красивого, но далеко не фанат готовки и уборки. Глубоко убеждена в том, что все всегда будет хорошо. Ее еще аплодисменты. Давайте поддержим друг друга. Ну и на сладенькое, на сладенькое Наталья Бирюлькина, программный директор и ведущая шоу «Банановое утро». И тоже аплодисменты. Несмотря на то, что много лет ведет утреннее шоу, по привычкам скорее сала, как она сама признается. Поэтому не всегда адекватно. И, скорее всего, сегодня мы в этом убедимся, да? Восемь. Ножи подальше. Она начитана, она умна, но виду не подает. Вот такая скромная. Любительница киндер-сюрпризов, чем пользуются проштратившиеся коллеги и друзья, так как при виде киндера теряет волю. Обожает всевозможные бирюльки. Вот, кстати, на ней сегодня замечательно. Да, дизайнерские. Дизайнерские, дизайнерская подвеска в виде нотки, да, при виде вот всяких вот этих штучек тоже тает полностью. Любит готовить пироги и угощать ими коллег. Вот в этом, я думаю, мы все с вами можем подтвердить это, потому что действительно Наташи, пироги очень и очень вкусные. Я сказал, что красиво, поэтому зарплату получу вовремя. Ура! Да? Молодец! Ну и пока, собственно, вы обдумываете, да, что вам предстоит делать, давайте поподробнее расскажу. За отведенный час вам троим предстоит приготовить блюдо из предложенных здесь продуктов. Вот вы это видите, да? Кстати, хочу сразу сказать, что некоторые продукты могут не являться составляющими рецепта, которые нужно будет соблюсти сегодня. Хоть бы это была рыба. Рыба, ну, давайте ставки, давайте ставки сделаем. Ты считаешь, что нужно будет какое-то рыбное блюдо, да, сегодня сделать? Я надеюсь, что это не будет рыбное блюдо. А, обратно, да? Хорошо, ты как считаешь, Марина? Лишняя здесь мука, потому что ее принесли в последнюю очередь, а блюдо, конечно, здесь рыбное. А может быть, в магазин бегали за мукой? А вот и все, пока подумай. Наташа, ты как думаешь, что будем готовить? Может быть, просто яйца вареные? Ну, мне кажется, что мы будем что-то жарить в кляре, вот только по названию посмотрим, это будет либо курица, либо рыба. Ну, ничего страшного, рыбу возьму себе. Курица или рыба. Морковь в кляре кто-нибудь готовил, как ты? Нет. А вот, может быть, придется. А что так можно было? Вам придется за отведенный час приготовить старорусское блюдо, которое называется тельное или рубка. Вот так, дамы. Как, как, как? Тельное или же рубка. Тельное. Или рубка. Мы можем повторять это по очереди бесконечно, да. Я сразу предпочитаю, что... Может, это для работников телевидения было что-то тельное? А, ну, радиорубка же у нас сегодня называется. Нет, тельное, очевидно, это... Тельное, это что-то тело, что-то с телятиной связано тельное. Телятины здесь нет сегодня. Черт. Да, телятины здесь нет. Так вот, а в течение часа вам нужно будет это сделать, это самое тельное, это самую рубку. Да, еще раз напомню, что эти продукты вы используете, не стесняйтесь, берите все, что хотите, но что-то, возможно, здесь вам и не понадобится. Если мы приготовим не то, а с нулой, это... Так вот, я и говорю, если вы не знаете рецептов, фантазируйте по полной программе, используйте всю свою фантазию, весь свой интеллект в кулинарном плане, ну и приготовьте, пожалуйста, что-нибудь вкусненькое, чтобы мы все обязательно в конце программы это попробовали. Сразу говорю, что в течение этого часа можно будет и жарить, и варить, и нарезать, и петь, и танцевать, и стихи читать, и анекдоты рассказывать, и все, что угодно. Главное, чтобы в конце что-то получилось удобное. Да, и хочу сразу вас предупредить, что не используем никакие гаджеты, никакой интернет, естественно, подсказки из зала тоже запрещены, никто ничего не подсказывает. Телефончик свой убираем далеко, потому что все будет по-честному. Если кто-то подскажет, заставим съесть чили у всех на глазах. Хорошо, договорились? Все договорились? Все по-честному, да? Ну, в принципе, я все вроде как вам объяснил, да? Все вам понятно? Да. Все понятно? Пока девочки думают, пытаются понять, что сделать, я с удовольствием напомню о наших партнерах, о спонсорах, а именно интернет-портал «Наш ресторан». Гастрономический навигатор города Благовещенсков. Трактир, кафешку и Духан укажет путь наш ресторан. Наш ресторан не позволит вам греть с голоду. Конечно же, также у нас еще есть партнер салон цветов и керамических изделий «Амадея». Не меньше, чем в оранжерее цветов в салоне «Амадея». Цветы, керамические изделия, сувениры и подарки. И, естественно, интернет-магазин «Амур Майков». Прикольные футболки на заказ, великолепные подарки на любой праздник. Выбери себе футболку по вкусу и настроению. Ну что ж, я так понимаю, что у наших участниц сегодняшних уже есть какой-то конкретный план в голове или же его нет? Нет, мы спорим еще спорим. Давайте обсуждайте, решайте, я послушаю, может быть, что-то подскажу. Ну давайте, картошку выше сварим просто, да? Нет, почему? А у нас терочки нету? Нет? Терки нету. Если понадобится терка, да, если понадобится терка, вы только скажите. Я предлагаю попросить бить хлеб. Масло и чаек. Посидеть, отдохнуть, а потом уже... Нет, что-нибудь типа котлет. Вот, я хотела пробовать, котлеты с начинкой. Костинские, да. Нет, подождите, нам тогда придется это все перемалывать в парш. Нет, мы просто... А тебе лень просто или что? Рубка, рубка. А, в смысле, мелкопорубленная, да, мелкопорубленная. Рыба, она не смеет, чем курица, поэтому ее будет проще порубить и превратить в своеобразное там... То есть вы идете от легкого, от простого, да, не хотите усложнять себе задачу. А давайте сделаем два тейного, рыбная и куриная. Кстати, почему бы и нет? Вы можете приготовить малая янта. Мы будем делать тейное? Хорошо, хорошо. Итак, нам понадобится, ну, получается, курица. Ой, курицу убираем, да, вообще? Курица не нужна. Рыбу, получается, режем на кусочки. Меленько, меленько, меленько прям. Наверное, морковочку туда трем. Подожди. Терочку принесет. Я хочу сразу, как, заходится, Аня, а терочка у нас уже есть. Сейчас я вам принесу. Делаем котлеты. Начинкой надо. Ну, к чему у нас боится? Яйцо в начинку шикарно. То, чтобы с котлетом начинку шикарно. Да, котлетки, чтобы схватились, и нормально. Лука хочешь, и все. А потом все панировочные не обжариваются. Знаете, когда три девушки собираются на кухне, мне кажется, парням ждать ужина не стоит. Только, наверное, к утру, потому что вот это обсуждение может длиться бесконечно. То есть картошечка не варененькая. Просто, чтобы крошку не варим, просто можно тоже порубить ее. Нужно варить нам яйца одно. Да, кстати, есть, можете пользоваться плитой. Какого яйца положить? Внутрь, да, в начинку. Можно даже не чистить. То есть целое с корлупой, с кальцием, с витаминками. Ну, кажется, что все это не будет держаться вместе. Ну, надо как-то продумать. Нет, мы можем одно яйцо в начинку сварить, а одно яйцо в фарш. Ну, будет ли оно слишком такой вязкой консистенции, вот именно фарш наш? Он же хлебушка попросил. Девочки, а вы знаете, знаете, как проверять яйца, они вареные или нет? Да, и мы уже это сделали. Давайте проверим. Давайте проверим. Мне просто интересно, вареные или же уже... Они сырые. О, это одно вареное. Вареное. О, это сырое. Вот поэтому сразу вам говорю, если вам нужно вареное яйцо, можете использовать его. Если оно сырое, пожалуйста, облегчим. Значит, мы движемся в правильном направлении. Смотрите, какие наблюдатели, да? Так, хорошо, ладно. Так, что? Ну что, мы можем начинать. Маленькие такой планерочки, как что, сейчас прошла, и я так понимаю, девочки ходят, что делать. Так, давайте тебе не проблема, давай. Да, надевайте перчатки беленькие, как мимы носят, можно будет как-то нам с вами поиграть, потому что мы сегодня в темном, да, бабочку сделать какую-то, как голубка или собачку, да? Из рук, из рыбы сделать бабочку. Я не представляю, как это вы выберете. Да, есть у нас инструменты необходимые. Вот, пожалуйста, терочку вам принесли. И, конечно же, водочка с тремя рюмочками, если что, вдруг, для настроения, да? Не предупредили. Нет, это вредная вода, ребят. Вот, картофель, мука, панировочка, все присутствует. А у меня две перчатки правые, представляешь, как здорово. Надевай еще, да будешь одной рукой работать только на правую. Да, друзья мои, я не просто, не просто так у нас присутствует здесь юла, хочу обратить ваше внимание. Это не древнерусская мультиварка какая-то, да? Это самая настоящая юла, которую будет сегодня использовать, ведь мы же играем с вами что, где, еда. То есть с элементами интеллектуальных битв, которые сегодня будут происходить. Во время нашей готовки будем делать небольшие перерывчики, и кто-то из вас будет подходить вращать юлу. Это четыре у нас вопросика. Мы сейчас поднимаем, я вам задаю вопрос, и вы отвечаете, да? Но это произойдет чуть-чуть позже, а сейчас начните уже что-то готовить, ведь есть-то хочется очень сильно. Я что, я режу? Ох, режу. Ага, понятно. А ты начистили. А красиво. А, ну это я могу. Да, вы как-то готовьте, а я немножко с Галей хотела поговорить. Дамя, скажите, ты вообще часто готовишь? Часто дома стоишь? Ну, приходится, конечно, что-то задеваться. А вот в плане лука, ты знаешь секрет, да, чтобы слез не было? Да, надо в холодную воду окунать все время. А видишь, сегодня мы вам не делали это, поэтому реви, реви, Галюни, не бойся, не стесняйся, можешь плакать, да. Я в перчатках не привыкла готовить, так можно? Ну, вот мы вам усложнили немножечко задачу, да, можешь брать другую, но... Почувствуй, здесь еще талагоанатома. Это тонкое искусство, да, тут нужны перчаточки, все. Ой, смотри, как Марина быстро справилась с куском рыбы. Я сейчас вот порежу себе пальцы. Я сейчас справилась. Ну, уже начинаешь, да? Марин, давай нажали менять. Кстати, куда, посмотри, что, вот еще один ножик есть. Так, девчоночки, я тру морковку, да? Да, есть чашечка, смотрите, надо вот эту чашку. Если нужна будет вам вода, печеная, горячая, вы не стесняйтесь, включайте плитки, можете разогревать. А насколько мелко вам нужно резать, Девчонка? Насколько мелко вам нужно? А вот, в общем, чаще, когда готовишь что-то с руками, ты режешь польцами или все вытекут? Несмотря что готовим. То есть это определенное, да? Перчатки снимать нельзя, да, это запрещено, да? Я бы не советовал. Перчатки как-то поудобнее. Ну, ты как со шлемом, понимаешь, ну, тоже вроде как можно и без шлема ездить, но он бы не советовал. Лучше не снимать, да. Смотри, девочка, у нас есть вот такие тарелочки. У нас есть еще вот такие тарелочки, сюда ты можешь рук сгибать. Вот, пожалуйста. Если нужна еще какая-то посуда, вы обращаетесь к себе. Мелко рубим лук или как? А что, так можно было? Что сразу не сказал? Можно. Через колено, Галь, помельче. Ну, то есть еще мельче, понимаете? Да, ну, давай, чтобы она от меня убегает. Я не могу ни своими ножами, ни своими лицами. Так вы в итоге, в итоге решили все-таки готовить какую-то котлетку, да? Котлетки. Какие-то сигналы решили готовить, да? Ну, непонятно, да, что произойдет. Ну, нам же потом пишут, да, вроде. Ну, знаете, первыми, естественно, попробуйте вы, а потом мы уже посмотрим, стоит ли нам это делать или нет. А вот так вот, так вот это поднимать или нет. Да, берите вот эту птичку и ссыпай. Хорошо, давай вернемся к твоим непосредственно обязанностям дома, со столом, да, кухонным. Опять же ты говоришь, что, ну, хорошо, за плитой, не знаю, там, на кухне, по большей части, ты больше любишь есть, чем готовить, да? Да, да. Понятно. Я очень люблю есть. Есть это так же прекрасно, как и спать. С этим не поспорим, друзья, это действительно так. Только спать бесплатно. Вот, это тоже. У тебя, кстати, как мы уже говорили, у тебя трое детей и красавец-муж, да? И, следовательно бы, да, тебе, казалось бы, нужно постоянно что-то готовить, чтобы накормить это огромное полчища голодных котов. Ну, у нас все по чуть-чуть готовят, у нас даже коты готовить умеют. А, мы еще, кстати, про котов не сказали, трое котов тебе, да? Да. Вот так вот, хорошо. Все запуганы. Коты, я так понимаю, тоже едят то, что ты готовишь или у них отдельно? Им приходится. Некуда деваться, да? Хорошо. Как сегодня, понимаешь, что не получилось котам. То есть ты экспериментируешь и на котах тоже все испыкаешься? Отрываюсь. Хорошо, ну, ты вот готовишь дома блюда. Какие-то, ты часто радуешь своих близких какими-то нестандартными приготовлениями, может быть, или ты у тебя стандартненько, супчик, борщик, хлеб? Вот, борщик. У нас мелкая называют борщик красным супом. Она говорит, мам, приготовь мой любимый красный суп. А я и рада стараться, потому что красный суп... Потому что любой суп может быть красным, если добавить его свеклой, да? На самом деле борщ мы всем людям, едим, сольфы готовим. Правильно говорить, цекол. Ну, а из-за, честно говоря, как-то вот я капустный пирог очень люблю готовить. Ну, капоташка же у нас просто. Ну, то есть ты говоришь, что ты готовить не очень любишь, поэтому ты старайся что-то готовить, чтобы быстро не готовить. Или вот ты иногда переломаешься и заставляешь. Мама, я же жена, мне приходит. Как говорится, да? Как же, как тем гранам. Мне, что в каждый концов тоже хочется, правильно? Поэтому я готовлю, что-то готовлю с удовольствием, что-то с удовольствием. С удовольствием, как рыба, например. Хорошо, пока мы с тобой говорили, что-то беседовали, я смотрю, что у наших других участников какой-то план, какой-то диалог. Расскажи по подробнее, что вы решили. Мы просто не можем понять с Наташей, что нам делать с картошкой. Есть вариант, я предлагаю ее сварить на гарнир. А я предлагаю ее тоже пустить в тесто, потому что более плотненько. А может быть, пожалуйте, это будут рыбные драники. Подождите, либо в тесто, либо в начинку. Ну, начинку. Ну, смотрите, у нас две картошки, опять же, как варички. Можете один пожарить, другой натереть, либо сырым. А вдруг сырое тут что-то? Вы вообще сразу не подумали, вдруг темное это что-то японское, как суши. Да, конечно. А вы же варички собрались. Сказал, старорушие. Ну, обметьте ли. Ну, хорошо, ладно, пусть будет так. Ну, кстати, по поводу картофеля, я опять же говорю, да, можете натереть один картофель, а второй смотришь. Ну, может быть, может быть, это и не так, я не знаю, это... Один варим, другой... Но все равно, нам один понадобится, ой, больше... Галь, что думаешь? Ну, я сказала, уросло мнение, я предлагаю на гарнит картофель, вареную. Я просто поеду, смотри, какая... То есть одна, я так понимаю, котлетка будет, как вы решили, и одна картошка. Скудненькая, вам не кажется, нет? У нас нет картофель. Дело в том, что, да, все, кто присутствует сегодня в зале, они ждут вашей еды. То есть все, что вы приготовите, раздаем им. И если они будут недовольны, нас отсюда не вытаснут. Вот, что мы делаем. Ну, хорошо, ладно, решили, что одно, я так понимаю, один картофель вы варите на гарнир, да? А второй внутрь. У нас фарш, ты видишь, там такой жиденький получается. Так, давайте решим, кто из нас сразу принимает окончательное решение. Нужен капитан, да, в конце концов. Да, мы предлагаем, а ты такая... Не-не-не, я предлагаю... Не-не-не, я предлагаю ответственность. А она знает, кто какой? Девочку с комплексом Наполеона. Она, она уже все... Я так понимаю, Марина взяла на себя уже всю ответственность и начала уже что-то делать. Я единственное, что здесь что-то делаю. Так все уже все сделали, потому что, а ты только что еще делаешь. Так мы, в общем, решили с вами, да, что добавляем один картофель. Трить картошку. Все, трить картошку, указ был точный. Пока, кто будет трить картошку? Меленькая. Я крупная. Я. Потому что ты будешь терять картошку? У меня терка. У меня терка. Давай, Галюнь, Галюнь, давай пока Наташа будет натирать картофель. Мы все-таки приступим уже к интеллектуальной части нашего сегодняшнего шоу. И сыграем такой мини-иду шнобки, да? На данный момент, Галя, ты у нас будешь вращать не барабан, как будет, а юлу. Вот подкатик, нет, не стесняйся. Вот прям отсюда, да. Ручка, беременно скучай. Вилочка у нас ухо. Не, не снимай, вилочка укажет на конвент, в котором вопрос. Вилочка, между прочим, венка. А зима? Да? Четыре. Я вам посиди, посиди, вращай, вращай. А все, 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 он уже сейчас улетит, успокойся. У меня уже дети, это наша любимая игрушка. А, то есть у тебя, в принципе, много таких игрушек, да, дома? У меня вообще... Хорошо. Можно брать, да? Да, я понимаю, вот у нас этот конверт. Да, друзья мои, смотрите. Достаем конверт, в котором вопрос, я передаю его тебе, Галь, читай. Мы должны все вместе отвечать или только Галя? Да, конечно, вы можете все втроем совещаться и... Да, вопрос задает актер, статист. Ой, слушайте, а у меня тут что-то происходит. О, боже мой, что-то, что-то... Так, секундочку, сейчас, подождите, секундочку, что у нас тут произошло? Да, пахнет и дым идет, ребят. Так готовится еда. Главное, да, греется кухня. Ребят, у меня на кухне все делится, все пахнет и все готовится, поэтому все правильно, все нормально работает. Ну, а тогда стоп это вырезали, все. Так вот, учета, вопрос задает актер, статист, столов, Сильвестрович Рокин. Интересно, да? Бывают и такие, да? Да, итальянский жеребец, в скобочках. Это не я сказала. Из фильма. Как называется итальянское блюдо из макарон? И давай вариантики, да, сразу. Здесь пасты нет, я только паста. Маркони. Маркони, это человек. Макарони. Макарони. Феотарини. И маскарпоне. Маскарпоне. Вот как ты считаешь? Маскарпоне это сыр. Маркони это человек, который изобрел из дёжи в Италии. У нас остается, получается, макарони и феотарини. Феотарини, вы говорите. Ну, а давайте на фе оставим. Все-таки вариант номер фе. А макарони, это эти печенюшки такие вкусные, макароны. Это макарунс. Макарунс, да. Сколько слов я сейчас узнал. У них есть петучины. Тогда отставляем феотарини, да? Феотарини, отвечают. Феотарини. Что же это? Феотарини. Феотарини. Ну, не можно же так просто быть макаронами. Хорошо, что мы готовим не феотарини. Ну, это тебе макарони. Ну, так простенько все. Макарони? Так, вы давайте не прыгайте. Маркони человек. Не прыгайте по вариантам. Человек и приемник. Маркони, да? Человек человеку приемник. Ну, и в итоге вариант номер. Макарони или феотари? Макарони, это русифицированное какое-то слово. А нам нужно сказать, как что? Так нет, макароны. Как это из овянского блюда. Выпендрится. В Италии, видимо, да? Ну, так слово макароны откуда произошло, по-твоему? Из Италии. Ну, так, возможно, от этого итальянского слова? Значит, у нас, смотрите, у нас разлад пошел в нашем коллективе. Все-таки есть два варианта, из которых они могут быть макарони или феотарини. Что это не то и не. Там три слова на «вем» и одно слово на «в». Явное неспроста. Вот, нашла какую-то связь. Берем слово на «ву». Давай, вариант номер «в». Феотарини, отвечают наши участницы. И я должен сказать. Чуть не перегрузить друг другу. В жесткой борьбе, в споре вы все-таки ответили правильно. Аплодисменты вам, молодцы. Действительно, это феотарини. Именно так называется итальянское блюдо из макарон. Вот видите, уже с первой задачей вы справились. Посмотрим, как вы справитесь с приготовлением сегодняшнего блюда. Напомню, мы сегодня готовим тельное старорусское блюдо. Или еще оно называется рубка. Как это будет выглядеть, мы узнаем совсем скоро. Но, Галючка. На чем? Я прошу прощения. Ты меня закрыла. Извини, пожалуйста. Я вас стараюсь как-то разбить немножко. Потому что если вас остались здесь одни, мне кажется, вы вдруг все закончите из-за ваших споров. Так вот, само блюдо тельное, самое настоящее блюдо, мы увидим в конце программы. И сравним с тем, что приготовили сегодняшние участницы. И посмотрим, насколько это будет похоже. Итак, готовка нашего сегодняшнего тельного или рубки продолжается. Напомню, что у нас сегодня в битве участвуют работники русского радио. Это Галина Панкратс, Марина Порошенко и, конечно же, Наталья Бирюлькина. У них, я смотрю, что процесс уже, в принципе, почти закончен. В плане шинкования, да, и приготовления практически. Что у нас имеется на данный момент, что мы сделали? Марина, расскажи, пожалуйста, что? У нас практически готов фарш, потому как мы готовим котлеты. Фарш рыбный, да, я как понимаю, мы выбрали рыбу, не курицу. Рыбу пошинковали, добавили немножечко тертого картофеля, Галя практически дошинковала лучок. То есть это еще все-таки не все, да? Марина, ты прям настаиваешь, чтобы еще миг, ты как будто бы Галя тебя чем-то обидела, и ты заставляешься долго-долго шинковать, и елка не елка лук на елок. Еще мы сюда должны добавить немножечко, наверное, так, сырого яйца, ну, чуть-чуть совсем. Я смотрю, что ты и вареное. Я начинку уже делаю, я шинкую вареное яйцо, потом добавим туда зелень, да, Наташа? И, ну что, наркотка. Отличное начинку. Мне кажется, что уже доверились Марине, нашу часть, готовим то, что она говорит. Хорошо, Наташа, я хочу к тебе обратиться. Ты у нас что-то тут варишь, да, я так понимаю? Ну, да, меня заставили, в минутеле даже, я бы сказала, запихнуть одну картофелю, но в... Одинокую картошку, да? Да, в одинокую кастрюльку для того, чтобы она сварилась. Я посолила ее, все, мы ждем. И, в принципе, стоишь, наблюдаешь, как нарезают у нас Галя мелко лук, да, а Марина шинкует яички. Понимаешь, настоящий руководитель, он дает свободу своим подчиненным. Делают, что хотят, я лишь направила их в нужное русло. Контролирует, да? Хорошо. А, кстати, вот по поводу того, что мы знаем, да, что это программа директора русского радио, и вот у меня такой вопрос, как радиоведущего вам, а правда ли, что ведущего эфира запрещается во время смены вообще что-либо есть? То есть, если ты сел на часов 6-7 в эфир на смену, то никакой идеи даже не думают, потому что что-то там дикция, да, путается... Все заметили, да, вот эти странные взгляды, и все такие, вам девушки переглянулись. Запрещено. Ну, так расскажите, вообще, вы часто ли во время эфира, да вообще на работе что-то, может быть, готовите, я не знаю, ну, или просто приносите с собой и едите? Всегда. А во время эфира? Нет, мы готовим кофе. Ну, представишь, вот эфир длится 6 часов, ну, как можно за это время не поесть? Ну, просто голод уже умрешь, револю, раку падешь. Ну, а как же, ну, ты же вроде бы ведешь эфир, да, ты что-то выходишь, говоришь, и когда успеваете? Есть можно, все равно время так или иначе есть, но нельзя есть, допустим, шоколад, семечки, потому что потом можно выйти в эфир и захлебнуться слюной или подавиться. Поэтому есть какие-то определенные правила. Профессиональные моменты, да, присутствуют? Конечно. Ну, почему я уже вся в морковке? Причем ты ее натирала, потому что. А, ну да, и все вокруг меня тоже в морковке. Но, в принципе, всегда же можно найти какой-то компромисс, правда? То есть тут время всегда находится, и все-таки что-то, что-то перехватываете, да? Да постоянно, ладно. Хорошо. А что мы там говорим? Мы постоянно что-то и ждем. Что лукаешь? Мы вообще есть на работу ходим. Давайте перейдем уже к нашему приготовлению, нашего блюда. Я вот смотрю, мы что-то уже как нарезали, но я не вижу, что что-то у нас общее получается. А у нас Марина, ты давай, не добавляй сюда, значит, порезанный лук. Ну, я так полагаю, не весь, да? Со слезами на глазах Галина добавляет лук в общую тарелку. В которой, я так понимаю, у нас будет фарш, да? Это и есть фарш. Еще? Нет? То есть ты добавляешь. Сейчас, минутаньку. А соль, специи есть что-то будет? Будет, конечно. А зелень почему так игнорируется? Зелень у нас будет обязательно. Зелень будет крас. Да. Наверное. Поехратное мне фарш у нас готово. А что с этим фаршем будет делать? Нет, подожди, в смысле он уже готов. Давай, яичко и, наверное, муку. Менус на зелень, мелко пошинкованная. Начинается. Пожалуйста, есть листья салата, я так понимаю, кружка. Сейчас опять будем говорить еще мякинчик. Еще мы еще. Галя, нарезай. Ну, давай, кто у нас будет, в смысле, взять отвечать? Галя, опять думай, что ты шинкуешь, зарезаешь, размельчаешь. А, ну, вы где у нас, куда идет зелень? Куда идет? Можно, ну, нафиг, значит, ты упал, упал. А, я не знаю. Убью я. Сюда. Да, наверное, это нам не пригодится. Конечно, а как у тебя фарш будет держаться без яйца? Нет, она про зелень спрашивает. Что? Зелень пожухнет, мы же будем жарить фарш. Конечно, и она будет невкусной, не надо. Либо в начинку, либо на украшение. То есть вы решили, что зелень, она не будет добавляться по рецепту, это не нужно делать, посчитать, да? Она будет в старорусском блюде. В начинке. А, в начинке будет. Конечно. Хорошо, понятно. Ладно, ну, пока у нас Галя нарезает. Он нам придает что-то подсказать, а мы-то все знаем сами. Галя нарезает, Марина взбивает ей все изнутри, в скорлупе. Это что-то новое, я первое слово вижу. Хочу спросить тебя, Марин, скажи, пожалуйста, ты вообще часто дома готовишь? Да, конечно, я же гем. Есть такая привычка, каждый день ничего не будешь не поделать, гем, да? Ты никуда не проходишь она. Хорошо, раз ты часто готовишь, ты во время готовки включаешь свой все-таки мозг или доверяешь судьбе? Я открываю в холодильнике, смотря что у меня там находится, из этого уже готово. А, то есть ты, в принципе, приходя домой, когда идешь домой, ты не планируешь, что ты будешь готовить, ты доверяешь в холодильнике, что там есть, да? Да, вкусно. Ага, понятно, хорошо. Ну и что из последнего ты такого приготовила мощного, вкусного, интересного? Я вчера делала вареники, вареники с капшустой и мягком. Кусы получились. То есть ты особо не заморачиваешься на что-то такое грандиозное, да? Это, например, гранди, молнии. Ну, может быть, какая-то красивая итальянская профессиональная пицца, какую-нибудь там. Пиццу делала, делала. Для этого нужна хорошая духовка. Я люблю работать с хорошими, с хорошим оборудованием. А оно есть у тебя? Читичное. То есть это части, да? Части отсутствуют. Ладно, понятно. А вот это что мы с тебя будем делать? Мы вернемся к нашему, что с этим происходит? Это парш. Не соленый, не перченый. Давай еще. А почему не соленый, не перченый? Мне интересно, потом нам всем пробовать надо будет. Ну, так поэтому все яйцо полностью. Вот ты что, был желтка-то? Конечно. Это не я делала, Филиппи. А, Лиса скорлупой. Лиса скорлупой. Маменький секретик, маленькая специя, которая добавляется у нас в парш, это скорлупа. Вот, все. Ну, я так думаю, чтобы паршик был, можно туда муки еще добавить. Я вижу, что у нас картошечка уже закипела, да, Наташа? То есть скоро будет вареный картофель, который, напомните, куда мы добавляем, что мы с ним делаем? Это просто гарнир будет, да? Ну, мы там, кругляшками, парень. Кругляшечками или целиком? Поставим. По полам ее разделим, вот так. Хорошо, пока тут у нас варится картофель, перчится, солится у нас фарш. Пора нам приступить к очередному вопросу нашего интеллектуального поединка. Что, где, еда. Кто теперь у нас будет вращать? Тебе, смотри, руки все, все нормально. Давай, Марина, подходи к Юле, не стесняйся, дотягивайся своей ручкой и вращай ее. Да нет, ты не умеешь. Вот так вот давай, сильнее, 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 сильнее. Главное, чтобы не выпал вам черный ящик. Нет, такого не будет. Он не выпадет, не переживайте. Вызокальная пауза, товарищи, нет? Итак, давай сюда, посмотри, что у нас. Что же у нас за вопрос-то в этом конверте? Кто же нам прислал этот самый вопрос? Давайте посмотрим. Итак, слушаем внимательно. А вопрос задает американский официант Джон Лонг Эклер из «Зависти». Вот так. Из «Зависти». Девочки, вопрос сложный. Так. Поповер – это что? Есть сразу уже, да, можно минуты не давать на размышления. Не давай. Варианты, да, давайте выберем. Итак, человек, признающий Попова отцом радио. Это первый вариант. Второй вариант. Выпрыгивающая бочка. И третий вариант насчет – разновидность индейского свитера. И еще вариант под номером четыре. Типа пумуер поповер. Может быть, да. Религиозный адепт. Вот что из этого у нас поповер должны ответить наши дамы? Я честно сразу не знаю. А, религиозный адепт, это в смысле поповер. Конечно, типа поп закончился. Игра слова, Наташа. Поп в законе. Ну что, что выбираем-то, дамы? Что вы тут ему решили? Что-то хлебобулок. Было время... Конечно, хлебобулок. Нам нужно кулинарные битвы, правильно? Ну, в детстве с мамой как-то пытались сделать заварные пироженки. Для этого делали какое-то тесто. Раскладывали на кофе ложечки. И оно потом надувалось. И внутри было пустое. И мы добавляли туда любую начинку. Мне так это понравилось. Это вкус детства. Я как-то, уже будучи в особенном возрасте, решила приготовить нечто подобное. Залезла в интернет, начинала искать. И вот то слово, которое ты произнес, поповер. Поповер? Я как раз на него и наткнулась, да. Но не прочитала. А там, почему вы произведете? Выпрыгивающая булочка, то есть, вы считаете, да? То есть, вам не нравится региональная индийский свитер? Нет, мы считаем, что это булочка, но не знаю, почему она выпрыгивающая. Может, как мы совсем не вывезли, она внутри вывезла. А может, она выпрыгивает из... Она выпрыгивает из... Из формы. Из духовки. Из духовки, да. Сразу на стол и можно его выпрыгивать. Она называется. Хорошо, но давайте все-таки определимся. Вам не нравится в этом видеть человек, признающий попова отцом радио? Нет. Нет, ну, с английского еще и слова попова, прыгающего, как карамель, да? А-а-а, вот так вот. А, попкорн, поп... Да-да-да. И интеллектуалы собрались сегодня на этом поединке. Даже невозможно их никак запутать, потому что это абсолютно правильный ответ. Упрыгающая булочка, поздравляю вас, дамы, это точно вкусно. Ну, и пока вы из двух два ответили. Впереди еще два вопроса. Посмотрим, дадутся ли они им в течение нашей программы. И, возможно, нам придется это есть, да. А вот тут, вот тут. А может быть, получится все очень даже хорошо, что мы с удовольствием слопаем то, что приготовят наши участники. Ну, не знаю, Марина так машет гривы, что я бы не стала. Ну, опять же, да... Потому у меня и такая грива, что полки не падают. Меня, на самом деле, успокаивает то, что Марина так уверенно все делает. Я прямо вот сама уже прониклась в тем, что мы делаем все правильно. Все правильно, да, как нужно. Ну, смотри, она с булочками угадала, да? Тебе все? Нет, это да. Хорошо, а что мы сейчас делаем? Что мы сейчас делаем? Мы сейчас делаем борщ, смотри. Вот, да. Чудо. Я понимаю, петрушку, да? Симпатичной желтой дощечки острым длинным ножом счищаем зелень. Зелень в не менее симпатичную белую тарелку с морковкой и с варенными яйцами. Возможно, сколько иных перчаток, потому что... Я такой, я прям все больше и больше хочу попробовать, что будет в конце. С вот этими вашими перчатками и со скорлупой, да, со всем. Так, хорошо, а с этим что мы делать будем? Потом сверху или как? Это фарш. Да, пора, наверное, уже компоновать. Да, мы как будем это делать? Мы сделаем одну большую. Таташ, включая сковородки. Марин, их будет несколько. То есть в нескольких отлетах, да, вы будете? Масло у нас тоже здесь присутствует. Вот оно, здесь используйте. На раскаленную или еще не раскаленную сковороду, да, добавляем масло, нагреваем его, а потом будем... Дай мне, пожалуйста, одну салфетку. ...жарить. Как вы понимаете, вот этот самый фарш, который вы приготовили. Да. Фарш мы добавили, насколько я помню, рыбу. Фарш, котлетки, у нас Марина. Марина, что мы добавили? Филе рыбы, да? Да, филе рыбы. Что еще? Картофель. А мы пусть и досыпаем? Да, мука. А яйцо. И что, что? Там еще чуть-чуть. И немножко, немножечко любви, да? Как только нежности. И сейчас, сейчас, я так понимаю, как я вижу, мы фаршируем эту самую котлету. Что много? Это сейчас заворачиваем. Вареным, вареным. Нет, а можно сделать лепешку и сверху еще. Можно к панировочке добраться, да? Да, панировочке. А не слишком, не слишком она тонкая какая-то, не вымалится ничего? Нет, не переживайте. Не растает. Хорошо, ладно, я не буду вам рассказывать под руки. Давайте я побольше... Слушай, а у нас яйца не осталось больше? Яйцо нет, все, все полностью использовали. А зачем оно еще идет? А, ну на самом деле здесь же оно и так, ну, чтобы сухари прилипли. Так, ты посмотри на это. Тут руки-то Марина прилипают, она отлеить не может. А ты боишься, что сухари не прилипнут? Наташа, у нас не раскалилось еще? Нет, еще. Сухарики еще. Нужно ждать, да, сухарики давай. Наташа, пока, 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 пока у тебя раскаляется сковорода, давай немножечко поговорим с тобой, да? Все, а будем? Вот ты пришла работать на радио. Когда это было, почему именно радио и почему ты все еще там не выбрала что-то другое? То есть это так цепляет или нет выбора? Расскажи нам немножечко об этом. Когда это произошло? Ну, вообще произошло еще в 2000 году. Я еще была студенткой в Англии и параллельно училась и влюбилась в радио и, соответственно, работала. Ну, вот остальные твои вопросы, что там было, почему я до сих пор на радио, да? Ты вот сейчас поставил меня в тупик, ты знаешь, я задумывалась о смене профессии, почему я все еще здесь? Может быть, я тебя зря запутал? Кто я в этом мире? Что мне делать дальше, да? Не, ну вообще, я насколько понимаю, радио такая штука, которая затягивает и уже от нее не убежать, да? Ну, судя, опять же, по 17-летнему стажу Галины, по твоему стажу тоже достаточно жутко. Мариночка у нас вообще молодая, да? Пять лет. Да, ладно, пять лет, хорошо, все, пять лет. То есть не хочется выходить. Андрей, вот ты сейчас так говоришь, что мне кажется, что после съемок этой программы там еще наложат такую надпись внизу «Внимание, радио вызывает привыкание». Пожалуйста, консультируйте специалиста. Кстати, да, вполне возможно, все так у нас будет. Тем, что все время, когда мы с тобой разговаривали, я вижу, что у нас уже масло на сковороде раскалилось достаточно хорошо. Давай. И прям, я тоже отбегу, праздники. Кто это делает? Самый ответственный момент, это, конечно же, на раскаленную сковороду что-то кидать. Это может произойти, с этим может произойти что угодно. Может взрыв какой-то, я не знаю, брызг масла. Поэтому давайте сделаем те, у кого есть фарф. Я убегаю, я убегаю подальше. Вот так, Марина, елочень. Смотри, как она делает. И молодец, как это красиво, друзья мои. Просто элегантно, аккуратно, как будто бы репетировала просто дома, как это все готовится. И я так понимаю, что именно так должно выглядеть тельное на фарфе, да? Там мы прям это купались. Нет, мы не знаем, мы там, мы теперь, теперь мы так будем. Назад уже дороги нет, потому что все перемололи, все перерезали и все пересерли. Нет, ну мы же решили, что тельное это какое-то тело из какого-то тела, да? Мы взяли тело. Нет, подожди, вот смотри. Съедобное тело. Рыба, ну ладно, черт с ней с рыбой, стоп. Вот смотри, морская одежда как называется? Тельняшка. Тел, тел. Ну, к телу близко к телу. Да, вот оно, рыба, да, телапия. Рыба, тельняшка, что-то морское, да, от этого вы оттолкнулись и проигнорировали хорошее филе пулицы. Я хочу вас заметить. Почему проигнорировали? Мы решили его домой взять просто. А, просто дома, да, приготовить? Нам сказали, что все, что мы не приготовим, мы можем запрать. А мне такого не говорили. Вот странно. Где я был в это время? Вы приготовили. Ага, понял. Да, ну, тем временем у нас обжариваются наши котлетки в панировочке, да, я так понимаю, да? Они, причем, не просто котлеты, да, фарш, а еще и с начиночкой. То есть там внутри будет, ну, что-то очень и очень вкусное. А что же именно, мы узнаем уже совсем скоро. И, судя по всему, у нас хватит на 4 порции. То есть я буду не голодным, я смогу поужинать, поесть. Как я этому рад, девчонки? Во всем есть преимущества, во всем есть плюсы. Кстати, давайте посмотрим по поводу преимущества. Ваше преимущество в ответах на сегодняшний вопрос у нас продолжится, или же прямо сейчас может что-то страшное произойти, и вы не сможете ответить на вопрос, который у нас осталось два вопроса. Наташа, ты еще не вращала у нас его, поэтому прошу подказать к ней и своей легкой рукой сделай дело. Давай. У нас осталось два вопроса. Какой именно? Узнаем прямо сейчас. Вот у нас конвертик. Наташа, передай мне, пожалуйста. Пожалуйста. Так, синякий конверт. Открываем и смотрим, что же в нем. Что-то пахнет. 500 рублей. А, нет, нет, показалось. Показалось, денег здесь нет. Да, здесь очередной вопрос. Вопрос звучит так. Кстати, вопрос задает профессор Лебединский Владимир Константинович из Риги. Каков был текст первой в мире радиограммы? Я знаю. Генрих Герц. Генрих Герц. А вдруг здесь нет такого варианта? А, кстати, да, вариант. А вот это, которое, что там, чудные дела твои, господи, это не нужно? Давайте, давайте, я прочту. Это гимн России. Я прочту, а вы уже выберете, да? Итак, поехали. Первый вариант. Джеймс Максвелл. Второй вариант. Никола Тесла. Третий вариант. Майкл Парадей. Четвертый вариант. Все будет хорошо. Очень близко он, да? Не расстраивайте. И последний вариант. Генрих Герц. А вот у меня вопрос. Почему у всех было по три варианта? У меня там пять аж. А тебе они вообще не нужны были. Ты вообще сразу на что-то ответил. Так мы останавливаемся на твоем варианте, да? Конечно. Генрих Герц. Это, друзья мои, абсолютно правильный ответ. Поздравляю вас. Три вопроса и три правильных ответа. Девчонки просто сегодня делают наш вечер. И они, кстати, делают и тельные. Да, кстати, давайте вернемся к приготовлению. Что-то происходит, Марина? Что случилось? Неужели все сгорело? Неужели все пропало, а? Нет? Я зря испугался, да? Паникер. Все хорошо, все прекрасно. А до какого состояния мы это будем делать? Легко-золотистого? Или до какого-то... Начинка тоже. Горевшего, нет? А, там же у нас еще начиночка, да? А крышечки нету? Крышечка? То есть хочешь закрыть, да, чтобы там запушилось на ночках? Сейчас мы поищем. Делай, Марин, еще. Аня, есть ли у нас крышечка? У нас должно быть это. Продолжаем кулинарное шоу «Что, где еда?» Радио Рубка, друзья мои. Сегодня в гостях, напомню, у нас три очаровательные радиоведущие. Это Калина Панкратс, Наталья Берюхина и Марина Дорошенко, которые находятся сейчас у беды и готовят тельное. Или Рубка, это то самое блюдо, которое они сегодня должны приготовить. Получится ли оно таким, как должен быть оригинал, мы узнаем уже совсем скоро, потому что это, то, что сейчас находится на тарелке, это фантазия девчонок. Возможно, это не соответствует настоящему рецепту. Хотя, знаете, вот честно, выглядит очень и очень аппетитно. Даже если это не так, то это вкусно, я на это надеюсь. Но если с котлетами мы поняли, да, они вот у нас готовятся, делаются, картошечка у нас варится, то давайте как-то, наверное, поговорим уже о эстетическом наполнении сегодняшнего блюда. Так, я, наверное, вот это нужно. Как-то красиво все упрасить. Ты вообще как готовишь? Ты больше торопишься за красотой в подаче или чтобы, главное, вкусно было? У меня, Андрюшка, да, у меня прям из кастрюли едят все. С поварюшкой, да, вот так вот, как это делается мужиком. Да, все вокруг плиты и становятся. В майке, в пакаличке, да? Понятно. Ну, то есть тебе эстетика не важна, главное, чтобы было вкусно и быстро, да? Нет, ну, я люблю, чтобы цветочки стояли на столе, вот это я люблю. А все остальное, главное, чтобы вкусно было. Не, ну, хотя, конечно, и ступнице мы не лакаем, можно говорить. Наташа, Марина, а вы как-то относитесь к подаче блюда? Вам важен результат, как он выглядит, красиво или нет? Или же... Конечно, эстетическое удовольствие мы любим. Ну, ты все время уделяешь, да, вот этому? Коль, да, легко. То есть приготовила картошечку, если доварен, не просто в тарелке, а именно зелень, да? Молодцы. Вот мы сейчас с вами попробуем украсить, чтобы все-таки подать наше финальное блюдо, которое в конце мы увидим. Что это такое, да? Ну, с всей видимостью это петрушка, бляденькая. Бляденькая, да? Да ты так вот красивенько это сделаешь, чтобы она смотрелась. А вот это, смотри, покажи крупный план, что тут у нас происходит. Ты, я понимаю, нет, я уже не об этом. А морковки, друзья мои, морковку нарезают далее не просто вот так вот колечками, а как ты это делаешь? Это цветочки, да, вот цветочки? Это шестеренки, вероятно. Это механизм, да, механизм радиоприема. Это же радиолюбка. Да, да, да. Я хотела сделать цветочки, потому что на самом деле есть такая, знаешь, такая гибовка называется. Как ты берешь так, делаешь бородки, а потом нарезаешь, и получаются вот цветочки красивые. Ну, ты решила сделать это с морковкой посудой. Нож, морковка и сила. Ну, да, такая. Ну, получилось, в принципе, достаточно. Вот все неплохо, мне кажется. У вас что-нибудь, что-нибудь, получается, что-то, карточечка у нас приготовилась, да? Гарнир. Сварилась, наконец-то. А что с ней будем делать сейчас? Я думаю, просто порежем на лунтике и так повторорусски подать. Гарнирчик, да? Давайте, прежде чем мы начнем нарезать, подавать красиво, мы все-таки вернемся к интеллектуальной части нашей программы. Напомню, что сегодня наши участницы отвечают еще и на вопросы. Вопросы непростые, но пока из трех вопросов все три были верными ответами, я имею в виду, были верными. Попадание стопроцентное. Настало время снова вращать нашу сегодняшнюю юлу. Кто это будет делать? Вы все уже по-разному делали. Ты ближе, да? Поэтому ты. Давай, давай, Гарнир. Вращай и, ну, я не знаю, есть ли смысл вращения, потому что один вопрос остался, но все равно для красоты нам это интересно. Мне так нравится, когда вращается Елая, сразу с ровная детство. Поехали. Потому что пилка не отлетела, Галя. Ох, как ты разогналась, да? Можно уже выбирать вопрос. Какой же выпадет? Какой же выпадет? Смотри, слушай, прям попало куда нужно. Итак, последний, четвертый конверт. А эту можно... Что же здесь? Неужели очередной вопрос? Давайте узнаем. Итак, заглядываем, достаем. Да, да, я был прав. Еще один вопрос, как-то неудивительно. Итак, ты все? Все? Вы готовы? Как нет? Понимаете, что сейчас вот особо напряженный момент, потому что все три вопроса вы взяли, да, предыдущие. И вот сейчас, представьте, если вы промахнетесь, обидно будет, обидно будет, нет, или уже... Это невозможно. Все-таки верите в свои силы. Молодцы, самой веренной девочки. Итак, поехали. Вопросы, профессор. Хорошо, давай. Потому что вы деньги не даете за ответ. А где... Когда за все и модно. Где логика? То есть, если бы вы давали деньги, вы бы волновались и не смогли ответить. Мне никогда не берется в всяких лотереях, где нужно что-то выиграть, какие-то призы. А вот где вы просто сидите перед телеком и, знаешь, там кто-то там отвечает, деньги забирает, а я вот там вот ему подсказываю, какой-то на экране. Я всегда побеждаю. А, слушай, а что никогда смотришь, вот как-то отвечаешь на вопросы? Да, да, бывает. Были попадания? Конечно, и не раз. Ну, мы уже убедились в том, что девчонки, естественно, интеллектуальные достаточно, а вот насколько они смогут взять этот вопрос, получится ли это у них? Да. У меня прямо сейчас. Итак, вопрос задает профессор Генрих Рудольф Герц. Опять он. Опять он, из прошлого причем, да? А вопрос звучит так. Как зовут итальянского физика-изобретателя радио? Галя уже говорила. Что у вас? А кто, макарони это, да, спагеттони? Какой макарони? Маркони. Маркони, да, то есть варианты мне нужны. Давайте пробегусь на всякий случай. Маскарпони, фиаттарини, макарони. Опять я сам ответ. Макарпони. Маркони. Вариант номер 4. Окончательно две девчонок. И я хочу сказать, что все четыре вопроса взялись с легкостью. Это правильный ответ. Я вас с этим поздравляю. Слушайте, ну я надеюсь, что и блюдо, которое вы сегодня готовите, тельное, я напомню, да, радиорубка у нас сегодня, да, будет таким же вкусным. Ну вот и настал, друзья мои, тот самый вкусный, аппетитный, волнительный момент, когда мы сравним блюдо, которое приготовили наши сегодняшние участницы, с оригиналом. А я напомню, что сегодня мы готовили тельное, старинное русское блюдо, или еще, как называют, рубка. Вот, собственно, результат работы наших участниц. А теперь давайте посмотрим на результат профессиональных павров и на самое настоящее оригинальное тельное. Выносим его сюда под аплодисменты. Оно идет к нам, и мы сейчас посмотрим, как же выглядит настоящее тельное. А вот и оно, девочки, смотрите. Похоже. По-моему, получилось очень даже похоже. Дям на родственнике. По крайней мере, внешне. Нам дали помидоры и огурцы. Зато, зато, девочки, зато у вас морковка красавица в виде шестеренки, как мы выяснили, да, картошечка у вас сделана на гарнир, и формочка немножечко другая, но, тем не менее, давайте, наверное, мы все-таки поняли, да, что фантазия у девушек близка была к реальности, которая, видимо, здесь. Нет, остается только узнать, что там внутри. Это вообще рыба. Да, кстати, действительно, давайте-ка я расскажу вам вкратце, что такое тельное, друзья мои, тельное. Итак, в старину так называли все блюда изрубленной мягкой рыбы, ну, то есть сама мягкой. Отлично. Понимаете, и лежечка тела, вы правильно говорили. Поэтому из тельного готовили холодные закуски, кружок тельного с хреном называли, да, клетки для сухов, но, к сожалению, большинство этих блюд теперь уже совершенно забыты, да, и способ приготовления тельного изменился. И теперь, друзья мои, тельное называют только одну из родновидностей рыбных зраз, ну, то есть котлеты с начинкой, что, собственно, девочки наши сегодня и приготовили. Поэтому я считаю, я считаю, что мы точно угадали аплодисменты, эти вы заслужили. Заслужили. Давайте попробуем, давайте попробуем, вот хотя бы вы чуть-чуть продемонстрируете. Ну да, естественно, ваше, да, потому что интересно, это съедобно или нет. Но я уверен, что это съедобно. Кусочек давайте отрежьте. Сначала вы, сначала вы попробуйте, потом, если что, я. Смотрите, какой красивый, да. Внутри как выглядит красиво. Мы потом камеру позовем поближе и снимем, как же это внутри-то выглядит. Все, давайте, не стесняйтесь. А я прям, друзья, вот жалко камера не передает аромат, потому что аромат стекает. Я хочу порезать все, кажется, точка. Просто хочется прям сейчас наброситься и вот ручищами все съесть. Все, обидите. Но я потерплю немножечко. Итак, момент настал продегустировать. Так, на бакланы. Кто первый? Вы определились, кто первый будет пробовать, что вы приготовили? Или все вместе? Такого вилка. Да. А ты ножом, Наташа, ножом прям ценную котлету. Очень нежненько, вкусно, пышненько. Хочется еще. Сама же готовила, плохого ты и не скажешь, конечно. Да, я поем, пожалуйста. Галя, как ты считаешь, что получилось? Мне нравится, хорошо, вкусно? Да, даже слов мне, да, вместе с языком. Наташа, что? Я не знаю, что там древние усилия готовили, но мы готовим просто подписать. Еще раз аплодисменты нашим участникам. И, понимаете, за то, что здесь сейчас происходило, за их красоту, за их финальную, собственно, приготовку, да, что мы сейчас видим. И что хочу заметить, за все четыре вопроса, которые были заданы, они правильно ответили на все, вам, девушке, за весь позитив, за красоту, конечно же, вручаем подарки от нашего спонсора, салон Сутофа Мадрея. Держи, это тебе, Марина, как ты любишь, зелененькие цветы, ее любимые. И, Натусе, на тебе, конечно, красота, розовый цветочек. Светите, пахните, любите готовить, конечно же, радуйте своих парней, своих вторых половин, вкуснятины, которые вы сегодня приготовили. Ну и, конечно же, друзья мои, вам хочу пожелать, и перед этим напомню, что в течение часа готовили блюдо тельное. Это было кулинарное шоу «Что? Где? Еда. Радио. Рубка». В гостях у нас были очаровательные Наталья Бирюлькина, Галина Панкрас, Марина Тарашенко, все супер радиоведущие русского радио. Ну а вам, друзья мои, хочется пожелать вкусного, аппетитного настроения. Меня зовут Андрей Добрый. Всем всего самого лучшего. Я хочу есть, хочу пробовать. Друзья мои, приходите здесь сюда, выходите сюда, операторы. Давайте, не стесняйтесь, подходим, пора пробовать. Ну ладно, идем подальше. Так, ну все, я терпел, я держался. Пора. Субтитры сделал DimaTorzok